Итак, сегодня четвертый день недели. Мод Мерс и Дэсбэнд страсти накаляются. И сейчас мы узнаем у гостей, смогут ли они прожить целый год без новой одежды. Сейчас есть такой челлендж «Не покупай новые вещи весь год». Мог бы ты принять участие в этом челлендже ради сохранения природы? Я думаю, вряд ли. Потому что я, конечно, очень люблю природу, но ходить в старых шмотках – это не очень круто. Ну, это очень тяжелое для меня испытание. Я даже не знаю, смогла бы я или нет. Я думаю, что можно покупать одежду, но потом, если много ненужных вещей, просто сдавать их на переработку. То есть, я думаю, такой бы я не поддержала, а какой-нибудь, типа, просто сдавать на переработку – да. 100%. Я абсолютно равнодушно отношусь к вещам и к моде. Я только за. Нет, я думаю, я бы не выдержал бы. Просто нужно экологическую одежду покупать. Точнее, делать экологическую одежду. Вот как в баскетболе есть эко-мечи, сделанные из таких материалов и перерабатывающих. То же самое, одежда должна быть такая же. И тогда все будет у себя хорошо. Когда вы покупаете вещь, которая вам не нужна, но вы ее купили, какая для вас фраза мотивации? Люди моего поколения непонравившуюся вещь не покупают. Если я в нее влюбился, то есть есть вещи, которые я влюбляюсь. Например, вот эта. Я ее купил недавно. Я не планировал ее покупать. Но я ее увидел, я в нее влюбился. Вот эту куртку, эту шикарную дизайнерскую работу. Всегда есть место в гардеробе для вещей. И рано или поздно им найдется применение. Я думаю, что хочу, но мне это не надо. Не надо покупать. Если бы вам предложили создать совместную коллаборацию с каким-либо дизайнером, кто бы это был? И как вы считаете, как вы помогли бы ему в этом? Ну, мне было бы интересно сделать что-нибудь с Вёрджилом Абло, например, да, с Ромой Иваровым из российских, с Игорем Гуляевым. А как? Совместные идеи какие-то, да? То есть у меня нравится одежда в стиле Алиса в Стране чудес. Что-то такое очень яркое, необычное, креативное. Ну, примерно такое же самое творю. И сделать что-то совместно, его видение, мое видение объединить. Мне кажется, было бы интересно очень. Я бы была, возможно, лицом этого бренда. Ну, потому что я модель. Соответственно, это было бы самое простое для меня задание и самое выполнимое, которое я могла бы сделать в этом случае. Скорее всего, это было бы «Ветмо». И у меня есть пару задумок. Но это пока что задумки. Пока что только задумки? Да.